Лимфоденопатия в принципе, что это патологическое увеличение размеров лимфоузлов, но искала какую-либо там иллюстрацию, потому что показать пациента, у которого что-то увеличено, очень сложно. Даже там, где эти размеры лимфоузлов достаточно значимые, ну вот такую микроскопическую иллюстрацию в микроскопии нашла. Когда перед нами пациент с лимфоденопатиями, то, конечно, вот эта дифференциальная диагностика, она включает колоссальный ряд всяких проблем. Ну, конечно же, я сконцентрируюсь на инфекционных, потому что мы консультируем инфекционную клинику и являемся не только педиатрами, но и инфекционистами в первую очередь. Но посмотрите, среди пациентов, которые изначально могут быть расценены как инфекционные, потому что инфекция – это температура, а температура, она есть и при гемобластозах, при лимфопролиферативных заболеваниях, при иммунопролиферативных процессах. Мы нередко, далеко нередко, занимаемся тем, что ставим перед собой вопрос, а не опухоль ли это, не первичный ли это иммунодефицит. Чуть пореже, без метаболические эндокринопатические проблемы, а вот первые три строчки – это, собственно говоря, и есть основной дифференциальный ряд, который проходит инфекционист в том числе, и об этом точно забывать не надо. Если с позиции инфекционной генеза лимфоденопатии, то классика подхода, такого описательного подхода, что из себя представляет та или иная ситуация клиническая, где есть увеличенные лимфоузлы, то вы видите, что они могут делиться по длительности существования. Не забывайте, инфекции бывают хронические, вот далее будем говорить о бруцеллезе, то есть это уж более чем такой прям хронический вариант. Размеры будут тоже самые разнообразные, и размеры при описании лимфоузлов обязательно нужно указывать каждому, не только инфекционисту. Как правило, мы их в миллиметрах или в сантиметрах указываем, и здесь разделение на микро, на меди, или на макро, или лимфоденопатии. Есть еще один очень интересный признак, то как появляются лимфоузлы, то есть темпы развития, то есть прирост его объема в течение трех суток, в процентном соотношении. И, ну, классики, инфекционные классики, мы, к сожалению, в своей жизни реже используем этот признак, но, тем не менее, тоже предлагают вот эти темпы развития указывать, как медленные, средние, быстрые или эксплозивные. Хотя нередко пациент приходит уже со сформированной лимфоденопатией, это даже в анамнезе вычислить или как-то вот расспросить, этот признак бывает невозможно. Ну и самое интересное, то, что может нас заблудить в диагнозе лимфоденопатии, в этиологическом диагнозе, это то, что они бывают локализованные регионарные и генерализованные, но очень часто даже генерализованная лимфоденопатия начинается с какого-то локального места, и вот здесь тоже возникают большие сложности в том, чтобы выйти в ранние сроки, может быть, даже в дебютные сроки, на, в принципе, тот диагноз, который нужно даже у инфекциониста. Ну, мы попытались с автором, прежде всего Ольга Игоревна готовила эти слайды, такие обзорные слайды, показать вам, какие бывают вот эти локализации, с какими диагнозами, да, прежде всего сталкивается врач, оценивая, например, шейный лимфоденит, там, затылочный лимфоденит, акселярный, да, либо другие локализации лимфоденита, и вы видите, какая большая палитра, и если бы сегодня, там, внимание, да, лимфоденопатии надо было бы говорить, ну, правильно, да, соответственно, название доклада, то, конечно, пройтись бы по всем этим диагнозам не мешало бы нам, но мы решили сконцентрироваться хотя бы на малом, чтобы сформировать вот, ну, вот, ту вот четкую компетенцию, которую вы точно сможете использовать в своей жизни. И вот фокус мы ставим шейный лимфоденит, показывая вам различные тоже состояния, начиная от обычной респираторной вирусной инфекции к уже там специфическим процессам, как тот туберкулез или атипичный микобактериоз, и тут же напоминая вам вот эту вот перекличку с тем, что это может быть и не инфекционное заболевание, хотя по отношению к болезни Кавасаки до сих пор этиология не установлена, да, и показывая вот эту классическую картинку из книг, да, по болезни Кавасаки, где уж точно можно было бы сфотографировать пациента с увеличенным лимфоузлом. И если у вас в вашей практике были пациенты с болезнью Кавасаки, то понятно, что это диагноз, как бы, да, набора тех или иных проявлений, ну, кожно-слизистых, да, и лимфонодулярный вот этот синдром, то надо сказать, что именно вот этот шейный лимфоденит, который здесь изображен, он характерен более взрослым пациентам, хотя мы считаем, что Кавасаки – это, в общем-то, болезнь маленькая. Наибольшие сложности в диагностике инфекционных причин заболевания, именно лимфоденопатии, ну, причин заболевания, сопровождающихся, да, лимфоденопатии, возникает при доминировании именно шейного лимфоденита в составе генерализованной лимфоденопатии или в дебюте заболевания. И вот сейчас мы вам покажем вот эти два клинических примера, когда шейный лимфоденит доминирует в составе генерализованной лимфоденопатии или заболевание, которое может проявляться и обязано проявиться генерализованной лимфоденопатии, дебютирует шейного лимфоденита. Ну вот, собственно говоря, те диагнозы, которые будем сейчас обсуждать, они сконцентрированы на этом слайде. Вы видите, что этиология может быть самая разнообразная, и вирусная, и бактериальная, и простейшая, могут быть в основе тех или иных болезней. И в качестве иллюстрации представляем несколько клинических примеров, ну, чтобы вот показать эту настороженность. Шейный лимфоденит в составе генерализованной лимфоденопатии. Ребенок 2 года, это все наблюдения наши собственные. Вот данное наблюдение вошло в диссертационное исследование Ольги Игоревны Деминой. Она сейчас вот уже ассистент нашей кафедры. Ребенок 2 года, и уже при поступлении вы видите чехарду с диагнозами, да, вставится острая респираторно-вирусная инфекция, добавляется к ней ангина лакунарная, инфекция мочевых путей даже не под вопросом. Поступает ребенок далеко не на первый день болезни, на десятый. В анамнезе острое начало, начало с температуры, умеренных респираторных проявлений. На шестой день боль во рту, отказ от еды, назначается прям вот тот антибиотик, который нужен был этому пациенту, аугментин положительного эффекта от приема антибактериальной терапии нет. И на десятый день на фоне практически сохраняющейся лихорадки и появления новых симптомов, а именно отечности лица, именно она поступила поводом госпитализации ребенка инфекционное отделение. Ребенок все-таки попадает в профессиональную помощь к инфекционисту. Со второго дня пребывания в стационаре у ребенка отмечается кожный синдром в виде пятнистопопулезной сыпи на коже лица, тело, конечность, то есть достаточно распространенная. При этом состояние остается средне-тяжелым и лихорадка уже имела такой признак как бы субфибридный. При поступлении у ребенка вы видите, что полный набор в общем-то инфекционного заболевания начиная с синдрома инфекционной интоксикации, снижение аппетита, бледность, нарушение гиподинамии, то есть больше он в постели предпочитает, хотя маленький ребенок, обращает внимание сохраняющуюся адутловатость лица и появляется заложенность носа, гнусавый оттенок носа, есть танзелит, есть наложение, белый налет в лакунах, есть гипертрофия миндалин, и мы обращаем ваше внимание, что 10-й день болезни есть лимфопролиферативные проявления, лимфопролиферативные синдромы, прежде всего, это множественные лимфоузлы, и все это как бы больше шея, причем они разные, затылочные, задней шейные, передней шейные, подмышечные, паховые, также органы ретикулонеталиальной системы тоже отреагировали, здесь была гепатомигалия. В клиническом анализе крови у данного пациента лейкоцитоз, лимфоцитоз, нейтропинет носительная, небольшая анемия, и через некоторое время нормализуются одни из показателей, но появляются в динамике, атипичные мононуклеары, но не так уж и много, 6%, я напомню, по классификации, мы когда тянем диагноз доинфекционного мононуклеоза, мы в периферической крови должны увидеть более 10%, и сейчас мы с этим постулатом, как раз Ольга Игоревна в своем диссертационном исследовании прям глубоко спорят, потому что периферическая кровь не всегда отражает состояние истинное по вот этому метаморфозу и появлению атипичных мононуклеаров, ну, собственно говоря, в периферии, сам анализ не улавливает. Ну и сразу же, как бы, да, тут, чтобы весь диагноз был на лицо, есть иммуноглобулины класса М к вирусу Экштейна-Бар, капсидные, и есть два вируса в крови методом ПЦР, это ДНК вируса Экштейна-Бар и ДНК вируса Герпеса-6. Таким образом, вот такой, вроде бы, и несложный диагноз, да, но мы показываем, как сложно по дебютным симптомам, и даже имея лимфоденопатию шейную, да, как бы, первичную, но, правда, в составе генерализованной лимфоденопатии выйти на диагноз инфекционный мононуклеоз. Здесь у ребенка оказался именно он, и обоснование диагноза представлено на данном слайде. Тут я еще раз напоминаю, что, конечно, мы с вирусом Экштейна-Бар в основном ассоциируем это заболевание, но это не единственный возбудитель, и не всегда в моноварианте он бывает. И вот посмотрите, по данным исследования, которое прошло в кафедре, и Ольга Игоревна как раз его проводила, мы попытались показать, какие лимфоузлы доминируют в составе генерализованной или отдельно, на которые локусы нужно обратить внимание на те регионы при той или иной этиологии заболевания. Ну, если говорить о вирусе Экштейна-Бар то все-таки большинство из этих пациентов будут иметь шейную лимфоденопатию, это будет задней шейной лимфоденопатия. Следующий клинический пример по трудностям диагностики шейной лимфоденопатии в дебюте заболевания. Здесь очень интересный случай. Ребенок, к сожалению, сформировал хроническое заболевание, мальчик 9 лет. Первоначально я покажу ошибки введения этого пациента. Заболевание тоже, в общем-то, имеет достаточно острое начало, потому что родитель говорит, когда оно началось. и есть регион проживания Узбекистан, на что, в общем-то, надо было бы, хотя ребенок из крайней, даже если можно сказать крайней, из очень благополучной семьи, семья настроена, он крайне ухожен, этот парень, но очень долго шел к своему диагнозу. При осмотре уже, когда попадает в Москву увеличение лимфоузлов именно задней шейны, есть уже накопленный опыт этого заболевания, есть волнообразный субсидрелитет на фоне нормального самочувствия. И вот первый диагноз, который ставят врачи этому пациенту, как раз вот и инфекционный мононуклеоз, типично неуточненный. В пользу диагноза инфекционный мононуклеоз вы видите на левой части слайда вроде бы что-то было, да, ицитолизм был у него, кстати, увеличение печени, селезенки, шейный лимфоденит, есть какие-то антитилакцитомигаловирусу, но он очень быстро выписывается из стационара, и врачи не успевают уделить внимание эпидемиологическому анамнезу вот этому Узбекистану, характеру питания, они питались, покупали на рынке кое-что. Помимо того, что есть лимфоузлы, есть боли в мышцах, есть артрология, да, в динамике и отек сустава. Он же, когда в дальнейшем он очень долго шел к своему диагнозу, потому что потом цитолиз стал доминировать, и там гепатит долго исключался у ребенка, дошли, наконец, до инфекциониста, и посмотрите на бруцеллез, и хиддельсон, и реакция райта, и Росбенгал, не было только Кумса, поэтому мы лечили, мы очень активно его лечили, надеясь, что нам удастся подострый бруцеллез, как вы понимаете, здесь речь идет о нем, не дать возможность развиться хроническому заболеванию, но у ребенка вот в тот момент бруцеллез под острая форма, средней степени тяжести, и, конечно же, от сложности в диагностике, опять же, от этой лимфоденопатии, без учета всех остальных симптомов. Ну, для тех, кто проявит интерес к данному случаю, я думаю, что будет демонстрироваться на сайте конференции, можно будет посмотреть, мне уже написали, что я выхожу из регламента. Еще один очень интересный случай ложного паротита. Это пациентка, которую я консультировала, вы видите у нее на снимке паротит и на ультразвуке описание глубоких лимфоузлов. Дифференцировался сиаладенит, стоматологи, конечно, не собрали никакой анамнез, а у нее оказался хронический токсоплазмоз, и когда я назначила эти исследования, она как-то такая не очень разговорчивая, и мама у нее не очень разговорчивая, и к этому диагнозу даже мне пришлось прийти какое-то время, оказался хронический токсоплазмоз, вот с таким вот интересным ложным паротитом Герценберга, это первые-вторые сутки заболевания, она очень, она красивая женщина, и у нее вдруг раз появилось это образование со слюной, железой, с нарушением оттока слюны, здесь много диагнозов, и стоматологических исключалось, но оказался вот токсоплазмоз, я о нем вам тоже напоминаю, поэтому клиническое значение, когда вы осматриваете пациента с лимфоденитом, имеет все, от описания лимфоузлов, место их расположения, в составе каких других диагнозов, других сочетаний, с какими клиническими признаками, поэтому, конечно же, все это нужно оценить, в помощь вам некоторые вот эти таблицы, а источники, в общем-то, классические, посмотрите, источники от 2003 года до сегодняшнего дня, включая наши собственные работы, поэтому мы не скрываем, откуда мы черпали, да, вот эту базисную информацию, поэтому пользуйтесь, читайте, ну и вместе с нами, инфекционистами, будем побыстрее идти к диагнозу инфекционному, а мы, инфекционисты, конечно, будем привлекать и гематологов, и гематоонкологов, и тех, кто занимается иммунодефицитами, потому что проблема комплексная, проблема непростая, ну, насколько смогла, столько вот на основе наших клинических случаев показала вам. Благодарю за внимание. Спасибо.